Ну что, всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы как всегда обсудим ситуацию на рынке криптовалют. Спасибо, что подписываетесь на канал, у нас уже с вами почти 3000 участников и осталось буквально 40 участников, чтобы добить до этой цифры. Поэтому давайте же поднажмем, ребята, если вы еще не подписались и вам нравится криптоконтент, то жмите лайк, подписаться, колокольчик и все дела. Вот, и еще хочу предупредить о такой теме, что YouTube частенько ни с того ни с сего может прикрыть криптоканал, поэтому на всякий случай подпишитесь на бэкап канал CryptoCommons, вот он, на нем всего 54 подписчика, он есть в рекомендуемых каналах, но я также оставлю ссылку в описании. Это, короче, английский канал CryptoCommons, который я сделал пару месяцев назад, но сейчас ввиду того, что очень мало времени, я его не веду, поэтому новых видосов там не появляется. Но, тем не менее, это будет как бы бэкап канал на случай того, что если что-то случится с нашим каналом, ну вы поняли, короче, то контент будет сразу же выкладываться здесь. Ну давайте не будем о грустном, надеемся, что ничего не случится. Смотрите, вчера движуха была с Ripple, снимали снимок этого спарка, все орали по всем чатам, везде я читал, что будет обвал, дамп, все ждут еще большей коррекции. Но по факту мы ее не увидели, и я даже на самом деле лонганул этот момент. И сейчас мы с вами пробежимся по всем монетам. Видите, у меня тут не биткоин, а лайткоин открыт. Это тоже неспроста, это на самом деле очень важная есть по нему инфа. Но сначала я также хочу вам напомнить о предновогодней движухе на Bybit. Начался достаточно крупный турнир, рождественский. Вот, видите, красиво, снежок у них идет. Короче, призовой фонд до 25 битков, но сейчас он составляет 12 битков, поскольку 6000 человек уже зарегистрировалось. И фишка в том, что он уже начался, вот, видите, уже есть какие-то лидеры даже. Но регистрация на него при этом не закончится практически до конца турнира. Короче, регистрация идет до 22 декабря, а турнир начался сегодня и идет до 23 декабря. Суть в чем? Участвовать могут вообще все, потому что нужно иметь на счету всего 001 BTC. Фишка этого турнира в том, что здесь получают призы вообще практически все. То есть, посмотрите, даже в текущем раскладе, даже тот, кто займет 599 место, даже на них уже есть вот такие призовые фонды, видите, то очень-очень круто. Поэтому ничего вам не мешает зарегистрироваться на турнире и продолжать спокойно торговать на бирже. Ссылку оставлю в описании и, возможно, что-то вам перепадет из этих прекрасных бонусов. Вот. Но, тем не менее, большие депозитные бонусы в размере там 600 долларов, по-моему, насколько я понимаю, как раз закончились на Bybit сейчас, но все еще не закончились на Femix. И по поводу Femix, хочу вам сказать, что ссылки тоже все в описании, все депозитные бонусы тоже. И фишка-то в чем? Вчера в чате постил, если кто читал, Саня Декри показал свой лонг на Femix. Мне просто сдуло крышу, потому что, смотрите, чувак просто стальные яйца. Чувак держит лонг уже полгода, 15 тысяч контрактов, и это 3 с чем-то битка, потому что цена входа 4600 долларов, прикиньте. 4640 цена входа, при этом рыночная цена сейчас уже 18500, сейчас уже даже выше, по-моему. А цена ликвидации у него была 4624, то есть он в сотом плече взял. И нереализованный профит у него 2,5 битка с этой сделки, ну понимаете, да? Биток подорожал в 5 раз уже почти. И вот, а комиссии за полгода он заплатил всего 0.11 BTC, то есть 2000 баксов. И меня что-то это так вдохновило. И вот я, короче, сейчас мы перейдем к теханализу, я просто подвожусь к нему. И я вчера открыл лонг по лайтку, вообще без плеч на Femix. Вот видите, у меня цена ликвидации 0.01, 1 цент. Ну короче, нет ликвидации. И без плеч так спокойненько, вот плечо 0.89. Вот здесь вот прям подкупил, ведерки у меня еще стояли, я их снял. И, короче, я к чему все это веду? Я так посмотрел, что даже без плеч. Как бы плечи у меня заныканы, на тот случай, если упадем ниже, я там плечами докуплю. И потом на пампах их буду скидывать. Но суть не в этом. Я так прикинул, если держать лонг как сани декри и поставить тейк профит, допустим, 300, то профит составит 2000 долларов. При том, что тут вложение где-то 700 долларов или 800. Как бы небольшой, конечно, объем, но зато и без нервотрепки. Можно спать спокойно и не думать о том, что телек виднет. Вот. И я это и вам хотел сказать, что по умолчанию лучше вообще торговать без плеч, типа до 1х, ну там до 2х максимум. И таким образом вы будете спокойно, а профит он все равно капает, капает вот потихонечку. И теперь по поводу лайткоина. Почему я ставлю тейк профит 300 и думаю, что это вполне разумно. Смотрите. Вот. Смотрим на недельный график лайткоина и видим, что ближайший уровень сопротивления у нас с вами здесь, это предыдущий хай 19-го года. Вот он. Это у нас уровень 145 долларов. И по логике вещей мы сейчас идем его выбивать и переписывать. По аналогии, как сделал эфир уже предыдущему хайу 19-го года и как сделал биток, который уже на all-time high находится, то по лайткоина тут еще вот у нас следующее сопротивление вот, потом сопротивление вот, условно говоря. И потом уже все, как говорится, сопротивление бесполезно. Сопротивление all-time high. То есть, я что хочу сказать, что когда биток стоил столько же, сколько сейчас, то есть под 20-ку, в прошлый раз, я имею в виду, в конце 17-го года, лайток стоил почти 400 баксов. Вот, 375. Ну вот и делайте выводы сами. То есть, понятно, что сейчас не все альткоины пойдут переписывать свои all-time high, но такие голубые фишки, как лайткоин, как дэш, как эфир уже пошел туда, понимаете, я что вам хочу сказать. Эфир, он уже как бы практически на полпути call-time high, вот. Но еще даже не на пол. Вот он когда 700 баксов возьмет, он будет на полпути. И по эфиру уже мы видим на недельках на нашем индикаторе MarketCypher, урок, по которому обязательно посмотрите, если не видели, я сделал его по вашим просьбам. Сейчас сверху у вас появится. У нас тут уже идет зеленая вот эта тема, это money flow. То есть, деньги уже хлынули в рынок. А теперь посмотрите еще раз на лайток. Давайте уберем мои каракули. По лайтку мы видим, что здесь красное только-только загибается. И по логике вот оно начинается зеленое, вот здесь даже видно. То есть, сейчас, по идее, этот money flow индекс, он пойдет вот сюда, и деньги хлынут в рынок, и будет следующая волна. До коррекции по какой-то, а потом опять следующая волна. Это, ну, тупо математическая вероятность и ожидание. Я вижу так это, ребят. Напишите в комментариях, если вы видите по-другому. Но, по-моему, у лайтка есть все фундаментальные показатели. Тем более, его там добавляют и в PayPal, по-моему, он есть в этом приложении, и все институционалы, которые входят сейчас в рынок, они что покупают? Вот, они покупают биток, покупают эфир, и я не думаю, что они покупают какой-то скам из второй сотни. Они покупают лайток там, ну, биткэш кто-то. Но биткэш тоже даже более скамовая, на самом деле, история, потому что уже очень много форков. И TC, кстати, многие покупают. Ну, короче, лайток это одна из самых стопудовых фишек. Я думаю, все это понимают. Вот, по XRP, ну, что тут скажешь, я даже не смотрел его, я вообще не люблю XRP. Ну, нет, все нормально. Посмотрите, на недельном таймфрейме все вообще отлично. Вот кто там пишет, все падает, дам, вчера писали, они сидят на 5-минутках, дрочатся, там же вообще невозможно угадать, там все время вниз-вверх. Но реально надо смотреть макрокартину, чем мы с вами и занимаемся сейчас. По макрокартине, да, XRP тоже полетит наверх. Сейчас на ожиданиях того, что он будет, все думают, что его скинут сейчас в связи со спарком, на самом деле его будут ходлить сейчас в связи со спарком. XRP даст свои иксы, там по нему хорошие новости, сжигать они собираются половину. Но я не люблю XRP, и вообще я его не торгую, стараюсь. Как бы по битку, да, уже тут есть куда остывать ему. С другой, опять же, стороны, он переписывает сейчас all-time high, поэтому сильно прям большой коррекции не ждите. Все ждут вот такой коррекции, чтобы закупиться. Могут, конечно, ее дать, но суть в том, что могут и не дать, а могут дать ее позже, понимаете? К мувингам мы можем спуститься позже. Вон у нас money flow индекс только-только здесь пошел тоже отрастать, видите, вот здесь. Не факт, что нам сейчас дадут такую сочную коррекцию, а могут сделать вот так. Не забывайте, что все это будет выглядеть вот так вот, как прямая линия, когда мы улетим по 100, кто флоу куда надо. Да, куда надо, это вот выше, чем у меня сейчас экран, чтобы ориентировались. То мы можем спокойнейшим еще образом улететь сейчас куда-то на 30, вообще не вопрос. И оттуда только скорректироваться на 20, и вот это будет сюрприз. То есть тут уже все же вышли из ракеты, она пустая. Тут все типа начнут впрыгивать, фома ловить, а тут опять начнут продавать. И дальше мы улетим еще дальше. Как бы по логике бычий рынок это вот такая тема, когда вещи становятся гораздо более бычими, чем мы ожидаем. Так что очень аккуратно сейчас с шортами, ребята, в ближайшие пару лет. Вот, ну с битком тоже все ясно, эфир, я уже сказал, тоже достаточно сильно набрал, но скорее всего дальше попрет. Вот, но мои фишки вы, наверное, уже знаете из видео в видео, я вам говорю. Лайток, Dash, конечно же. Посмотрите на Dash. Абсолютно та же история, как у Лайтка. Вот, он еще даже не начинал. Вы видите? Он еще даже не начал. Вот у нас тут все в диверах. Вот у нас зеленые кружки. Вот у нас Money Flow даже еще не начинался. Вот так он пойдет. И опять же, по Dash у нас вот уровень 19-го года, это 240 баксов, до которого нам еще 2,5 икса. Пилить и пилить. И переписывать его, и улетать куда-нибудь на 500, на 600. И если вы посмотрите в историю, Dash стоил даже дороже, чем эфир. И Dash пампить легче, чем эфир. И Dash монет меньше, чем эфир, и даже чем биткоинов. Поэтому Dash очень легко пампить. И вы не думайте, он там где 400, там и 600, и 800 уже. И у меня лично цель вообще 1 Dash, 1 эфир. Я буду большую часть Dash продавать только там, когда он будет 1 эфир стоить. Поэтому сейчас считайте, вот у вас скидки на эфир 1 к 5. И это не шутки, чуваки. Это, ну, я так реально считаю. То есть я никого не развожу, у меня нет резона, чтобы вас настраивать против рынка. Я сам так торгую. Наоборот, судя по комментариям, сейчас настолько медвежье у всех настроение, никто не верит. Поэтому все так же, как я и говорил вам все эти месяцы. План такой, тупо лонг. Вот. DeFi Pi, кто знает такую монету, она только на Венесвайпе есть, конечно. Которая очень сильно упала после запуска. Вот она тоже развернулась. DeFi Pi по 3 копейки стоил. Ну, не будем сейчас в него сильно углубляться. Но в целом его есть смысл взять, допустим, 1 эфир поменять на сколько-то там тысяч этих паев сейчас. Может он стрельнуть. Но может и соскамиться. Поэтому пай, ладно, не буду. Но один из самых крутых заходных на лонг, который я вообще когда-нибудь видел. Мне кажется, это самый крутой заходной на лонг, ребята. Это RavenCoin. Посмотрите на него на недельках. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите. Тут просто абсолютно шартовая ситуация, да? Но при этом... Нет, лучше на дневном посмотреть. Вот, на дневке. Смотрите, какая формация интересная. Собственно, Raven, он падает только потому, что его сливают майнеры. Это, насколько мне известно, достаточно профитная монета в плане майнинга. Ее дохера майнят. И сливают по маркету на банане. Вот. Но вы поймите, умные-то майнеры сейчас не будут сливать ее. Она уже, смотрите, во сколько раз подешевела. То есть, вот это был на самом деле low, где уже надо было заходить. Это был low уровня 200 сатоши. 200-250 сатоши. Но после этого монету задампили еще в 3 раза. Примерно. Еще в 3 раза ее задампили. И посмотрите, сколько здесь желтых иксов. И сколько деверов и зеленых точек. Тут, как минимум, напрашивается отскок. Вот такой вот куда-то на 150. На 100, на 150, на 200 сатох, короче. Поэтому вот. И вы поймите, что умные майнеры-то, они сейчас не будут сливать ее так дешево. Они будут ее ходить и ждать. А выстригут тех тупых майнеров, кто сейчас ее продает, чтобы лишь бы отбить свое электричество. Плюс шорт-сквиз будет. Точнее, маркет-клоус шорт. То есть, крупный дядя наверняка это дело шортил. И сейчас просто нажмет на кнопку маркет-клоус. Закрыть по рынку этот шорт. И он просто начнет толкать цену наверх. Поэтому Raven заходной не хочу. Просто тут 98% успеха. Того, что это дно. Как бы уже все. Вот такой вот у меня план игры. Ну, додж-коин тоже самое на самом деле. Додж-коин фундаментально смотрел недавний обзор. На него фундаментально одного американского чувака. Там все нормально. Там количество транзакций в день. Хэш-рейт. Все дела. Там бот-неты, конечно, орудуют. Вот этот вот тик-ток памп был. Но это надо понимать, что додж это памп и дамп монета. И Raven тоже, как бы я не говорю, держать на долгосрок. Но вот на такие штуки. Сейчас взять и распродаться в 2-3-4 раза дороже. Ну, это сам Сатоши велел. Вот, какие-то такие мысли по рынку. Что могу сказать? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам нравится такой контент. Не забудьте подписаться еще раз на бэкап-канал CryptoCommons, который сбоку у вас или внизу где-то английский канал. Ссылку оставлю в описании, чтобы мы всегда были на связи. Не забудьте подписаться в Телегу. Не забудьте про турнир Bybit. Участие в котором вам ничего не стоит, если у вас есть хотя бы лям Сатоши на бирже. Просто нажимаете регистр и становитесь участником. Вот. И про Femix тоже сказал. Единственное, вот такие лонги, как я задумал держать до 300 долларов, конечно, это надо делать не на мейн-аккаунте, на котором ты торгуешь постоянно, да, там скальпишь, а на саб-аккаунте. И Femix как раз уникальная биржа тем, что не надо регистрировать второй аккаунт на бирже. Она дает тебе саб-аккаунты вот прямо здесь в менюшке. Ну, у меня есть обзор по этой бирже. Он сейчас появится у вас сверху. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Короче, ты можешь прямо в своем аккаунте создать кучу саб-аккаунтов и перевести на них часть средств и чисто вот такие вот штуки держать. Я, конечно, тупанул. Мне надо было так и сделать. Я, видимо, так и сделаю. Для других трейдов сейчас переведу на второй саб-аккаунт и буду там торговать именно скальпить, чтобы не закрывать этот лонг, короче, лишний раз на каждой просадке. Но кто торгует именно Dash и Raven, пока, к сожалению, ни на Bybit, ни на Femix, ни на DUDEX его нету. Поэтому приходится торговать на Binance. Но, опять же, Divers, не держите все на одной бирже. Мы вчера проводили опрос в Телеге, кто на какой бирже торгует. Там у нас подавляющее большинство ответило Binance. Конечно, есть там второе место было и Bybit, и Femix был, и Хобби, и Кракен были. Но то, что реально 90% торгуют только на Bybit, ну, это странно. Понятно, что здесь много монет, там все удобно, там тра-та-та. Фьючерсы, хьючерсы, но тем не менее, ребята, Divers, Divers, тем более охраненские депозит-бонусы. Не забывайте, но они все в описании. На Femix все еще вы можете получить огромный депозит-бонусы на какие-то небольшие депозиты. Там от 0.2 BTC, по-моему, можно получать уже неплохие бонусы. Вот, какие-то такие мысли. Ну, и не забывайте еще, что на бирже DUDEX нулевые комиссии торговли чейнлинком, абсолютно нулевые, даже market fee, даже по рыночным ордерам вы ничего не платите. Это очень круто, экономит вам кучу средств. И на днях они обещают добавить XRP, USD тоже с нулевыми комиссиями. XRP, USDT. Так что вот, там тоже депозитные бонусы, все плюшки, ништяки, все ссылки в описании. Короче, вот так вот сегодня рассказал. Все вроде сказал. С вами был Фла-Ла-Ла, Ака Гринни Джо. Это канал CryptoCommons. Не забудьте подписаться, чтобы настало 3000. И соблюдайте риск-менеджмент. Отдаляйтесь почаще. Смотрите дневки, недельки, потому что на 5-ти минутках вы там ничего кроме шума, который вас может запутать, не увидите. Вот такие вот сегодня мысли по рынку. Поставьте лайк, если вам понравилось, напишите в комментарии, о чем бы вы хотели послушать в следующем видео. Всем профитных сделок и до новых встреч.